привет друзья я сегодня на работе у меня сегодня процедура была очень ответственная и по моим губам видно где была эта процедура скрючила весь рот вывернула губы это значит что я была у донтиста мне сегодня поставили два импланта два года назад мне уже ставили два сверху теперь мне поставили два снизу прям рядом вот в одной точке у меня вся левая часть под очень сильным наркозом это второй раз но нервничала я как будто в первый раз хотя я знала что это это не сложно это не больно это намного легче чем вырвать зуб как оказалось после того как не рвали зуб я еще пила антибиотики недели кто-то ошивается возле машины и у меня были распухшие щеки все лицо было надутое а после имплантов я была удивлена но я даже не пила таблеток вот ту таблетку которую мне дали по стоматологи после всего сразу же и все на вкус вышел таблетка вышла больше и не пила никакой боли и пухлости ничего не было кстати да я забыла я надеюсь что в этот раз тоже точно также будет они дали щетку зубной это для для того чтобы после хирургическая нежная такая чтобы очистить мне дали лед который я сейчас открою и он начнет действовать мне надо будет приложить и два дня держать чтобы синяка не было мне дали ибупрофен 600 он только по рецепту что и еще талинол да как это на всякий случай еще на всякий случай далее стерильные такие винтики если будет кровь кровоточить раму это где-то полтора часа все длилось но импланты заняли всего лишь может минут 25 разрезали вентили это все и зашили это минут 25 все остальное время мне давали постепенно наркоз давали ждали давали ждали подкалывали подкалывали потом еще делали снимок для будущих королок и снова здравствуйте вы знаете как говорится беда одна не приходит все тянется паровозом у нас сегодня еще и переезд ко всему этому вот мы запланировали на выходные фу я с этими своими зубами мучаюсь вот уже и столы повылазили на улицу матрасы по выходили со спален все в одну кучу все одно все одновременно у меня уже просто крыша едет от этого всего сейчас приедет муж с нашим соседом они поехали взять машину которую берут на прокат при переезде юхул называется компания ты там платишь 20 долларов плюс милляж и сегодня это все загрузим и уже будем ночевать там так чтобы еще завтра воскресенье была возможность что-то что-то разложить там мы думали завтра перевозить это все но уже смысла нет потому что мы видим что мы уже все вывезли отсюда и ну что осталось одним матрас и кровати так мы решили взять машину и перевести сегодня все это сейчас это все будет грузиться вот анька на кровать стоит вверх ногами жара не сусветная я не знаю там 35 уже сегодня я уже не смотрела ну просто страшная жуткая жара и у меня мои импланты опухают от жары и знаете как на свежую рану еще температура высокая получается я уже таблетки пить не хочу прикладываю лед и у меня утром было немножко припухлость такая на щеке вот так вот пакуем машины обе и тащим сегодня уже не знаю две фотки было наверное вот это вот в коробках все барахло тут уже все на кучу и кухня и стулья и медикаменты постель на этом сложила наверху или тащим двумя машинами сейчас уже самое крупное правда не все вывозим мы хотим продать спальню сейчас выставим ее на на продажу повесим на сайте offer up может кто-то заберет потому что мы купили другую бушную правда но она лучше нашей качестве не телевизор сняли запаковали стол забрал сынок свой мониторы попаковал едем уже ничего нет продукта только в холодильнике остались и все я говорю это переезд не зря говорят как как два пожара или три пожара это точно а а что там творится вы все не представляете все стоит в пакетах в сумках в коробках всем там в одной комнате потому что внизу завтра будут еще плитку уложить потом будут еще один слой красить так куда-то лолка убежала непонятно куда лолка бедолага вообще ходит такая знаете между этим всем барахлом вот так вот и нюхает все и вообще не понимает в шоке и главное что дверь не балкон открыта она на улицу не идет и такая сидит я говорю она она боится что ее оставят она уже знает как и четыре года назад паковали чемоданы и ее не взяли и человек сидит и смотрит пристально и пытается понять что вообще происходит что за шухер мы на пороге грандиозного шухера завтра уже а какое завтра мы уже сегодня заберем до сегодня заберем жду жду пока приедет муж с ричардом нашимся о тетя писал смотрите смотрите присел и кот пришел в шоке я в шоке звезда ты шоке куда нету кровать пруд что не дело че мне сидится да лучше иди покушай не хоть воды попей на улице жрище такая жара просто кошмар людей нет машина парковки нет смотрю наверное все по паркам возле озера где-то кто где в тенечке куда пошла куда звездюля пошла комод со спальни продавать не будем отдаем малой в комнату о здравствуйте 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 так все правильно у нас тут давай проверяй чтобы ничего не оставлю все воля фреймут прошлась проверила все да и ушла обратно гулять кошмар такая погода сейчас гулять был гулять да поехать бы вот меня друзья сегодня утром скидывают фотки уже были в вискансине 8 часов утра и катались на подал борде на этом на пляже а мы все двигаем двигаем мебель волка ты куда смотри тут я сейчас зажмут тоже куда-то товарищ все вынюхивает и вынюхивает машинка приехала вот такие вот машинки 19 95 и за такую же цену есть ford x150 и все остальное что побольше она уже подороже машину взяли а чем накрыть не не подумали в принципе не грязное такое нужно кровать ставить уже закинули часть вещей но большую часть еще остался диван кресло комод здесь еще место есть так и сюда же можно что-то еще поставить вот так вдвоем быстренько чик чик забросали а так бы еще тянули до завтрашнего дня загрузили третью машину за рулем соседом нет сзади я я тоже затарилась по полной программе сегодня это все все мы не вывезли там еще кухни мелочи ну и мы так не стремились вытащить уже 10 часов я уже и какая у меня где-то там ноутбук едет барахли у меня здесь кусок стекла со стола прямо на переднем сиденье в пустильное белье все сбрасывается знаете так хорошо что там здесь недалеко пять минут это счастье быстренько туда-сюда туда-сюда 10 часов сейчас на матрасы попадаем завтра привезут спальню ту которую мы купили нашу будем продавать какая знаете грусть тоска всегда когда такой вот период завершается какой-то этап я настолько сентиментально что я начинаю грустить мне это так прям до слез особенно когда ты закрываешь дверь ключом и знаю что уже этот этап закрыт и всегда это как-то так знаете таких этапов в украине у меня было мало а здесь это за четыре года я их уже пережила эту грусть-то скуковую-то очень много раз за такой короткий срок за четыре года уже столько всего и грустного когда мы год в америке прожили и покидали первое жилье съемное переезжали на второе со второго мы купили переезжали в свою квартиру вот и опять переезд уже и со своей в свою но все равно как-то грустно потому что в этой квартире тоже мы прожили три года и мне понравилось это место сейчас новые соседи новый дом пути недалеко но все равно новое местоположение и к этому надо будет привыкать конечно меняется уже так как было не будет все поехали